Эй, друзья мои, всем привет! Добро пожаловать в хардкорный челлендж Загородная жизнь. В прошлой серии мы узнали, что Дженнифер беременна. И сейчас нам с вами нужно придумать, где взять денежки, чтобы обустроить спальню и там разместить кроватку для малыша. Я надеюсь, что за эту серию мы с вами успеем это сделать. Обязательно поддержите ролик лайком, если вам нравится этот проект. И Дженнифер проснулась сегодня очень рано. Она проснулась в 8.30, как вы видите. Сейчас ей нужно срочно отправиться в туалет и принять душ. Я просто надеюсь, что нам хватит денежек на то, чтобы обустроить хотя бы простенькую спальню и там разместить ванную комнату. Самую-самую простую, но просто жить как бы на кухне. Это наша будущая кухня, и поэтому у нас здесь нет двери. Ну, я как бы планирую, что у нас тут будет арка, поэтому я дверь сюда не добавляла. Ну и понятное дело, что нам с вами нужно будет сегодня позаниматься садиком. Нужно попытаться наладить контакт с птичками и кроликами. Мне многие ребята писали, что даже обязательно нужно с ними подружиться, и я думаю, что надо попробовать. Учитывая, что, скорее всего, Дженнифер большую часть времени сейчас будет проводить дома, то, мне кажется, стоит подружиться. Вот тут у нас есть... Да, вот тут у нас есть деревце с птичками, и это будет просто идеальный вариант. Тебе нужно будет сейчас срочно покушать. Слушай, я же хотела, чтобы ты помылась. Ладно, можешь здесь быстренько помыть ручки, несколько раз зубки почистить. И давай посмотрим, что у нас с тобой есть. Нужно обязательно добавить лед, подать завтрак. Можно попробовать подать фруктовый салат. Я надеюсь, что он будет вкусный, и он понравится Гарри. Гарри тоже скоро должен вставать. Давай-ка ты просыпайся, останешься немножко раньше. Пойди, пожалуйста, помойся. Быстрый душ прими. Я хочу посмотреть, как у нас дела с садиком. Ну, с садиком, в принципе, у нас все неплохо. Ночью я попросила Гарри, чтобы он посадил тыкву. Может быть, сейчас мы с вами сможем посадить нормальную тыкву, которая понравится нашей заказчице. И, кстати, нам нужно будет собрать с вами яйца. Но! Перед тем, как мы с вами будем все это делать, нам нужно будет сейчас посмотреть наших курочек. Во-первых, нам нужно будет почистить курятник. Давайте пусть Гарри идет сначала в душ, а мы с вами должны будем кое-что сделать. Мы с вами можем, во-первых, создать лакомство в холодильнике, и мы можем обменять наших животных. И теперь я думаю, что нам есть смысл с вами попробовать продать старых кур. Мне ребята писали в комментариях, что их лучше продавать. Видите, у нас есть черная курица старая. И у нас есть еще одна черная курица. Нет, ты взрослая. А больше у нас вроде как это все. У нас цыплята молодая, черный петух юный. И тогда мы с вами можем продать вот эту вот черную курицу. Можно, конечно, обменять, грубо говоря, ее на мясо. Но, наверное, лучше все-таки продать. По крайней мере, деньги нам лишними точно не будут. А не переживай, все будет хорошо. Сегодня мы с вами будем стараться здесь навести порядок. Потому что нашей Дженнифер осталась, ну... Будем говорить, грубо говоря... Говорят, вы и Грейс, теперь враги. Она такая негодяя... Я согласна с лавиной. Я с ней согласна. Она действительно самая настоящая негодяйка. Я вижу, что тебе нужно в душе, что тебе покушать желательно. Ага, ты уже уверена, это хорошо. Это меня не может не радовать. Значит, ты помылся? Ну, вроде как помылся. В городе блошиный рынок, но, к сожалению, не в том городе, в котором нам нужно. Давайте быстренько сейчас бегаем к курочкам. Давайте соберем яйца. Корм у нас вроде как есть. Почистим курятник. Значит, Гарри собирает три яйца из курятника. Это чудесно. Сколько итогов у нас сейчас яиц? У нас есть пять яиц. Давайте-ка отправим их сразу же в холодильник. Подожди-ка, а корову-то не хочешь вернуть? Нам нужно будет с вами прикупить несколько... Слушайте, 112 семиллионов. Нам нужно будет прикупить, конечно же, удобрения. Ну, я бы хотела вот это вот все попродавать, то, что у нас можно продать. Кстати, а у нас сейчас с вами есть 1600 семиллионов. Может быть, есть смысл построить сейчас здесь небольшую спальню? Вообще, она планировалась как гостевая, но я думаю, что особо разницы на данный момент для наших главных героев нет. Значит, переходим с вами к стенкам. И нам нужно сейчас здесь разместить раз, потом раз, два, три, четыре, пять. И вот здесь у нас будет маленькая ванная... Эм... Маленькая ванная. Угу. Маленькая ванная комната. Что-то я, видимо, немножечко недосчитала в плане денег, поэтому... Я так понимаю, что пока что мы оставим все вот так. Я сейчас перенесу хотя бы кровать. То есть, кровать у нас, допустим, будет здесь. Я думаю, что вместе с Гарри мы все-таки действительно отправимся сначала в магазин. И только потом я смогу здесь закончить стенки ставить. Потому что, если я сейчас их тут поставлю, то... Ну вот, смотрите, я могу вот так поставить. И у нас остается всего лишь 185 симолеонов. Надо бы сейчас эту тарелку, например, помыть. Все. Возвращаемся с вами к нашей семейке. Я так понимаю, что Дженнифер действительно сейчас лучше проводить время на свежем воздухе. Давай посмотрим, как тут дела у птичек. Давайте будем обсуждать перья. Будем восхищаться стаей птиц. И я бы хотела пообщаться с птичками. Распугать? Нет. Но это будет неправильно. Как дела у Гарри? Гарри пошел перекусить. Хоть что-нибудь нужно скушать. Потому что еды у нас тоже тут толком нет. Нужно быстро пропылесосить, пока у нас есть хоть какой-то запас. Да подожди, я же тебе не говорила бросать тарелку. Не надо так хлопать единственным холодильником. Второй я тебе пока что не куплю. В общем, нам с вами желательно сейчас воспользоваться электричеством. Потому что, как вы знаете, когда мы с вами очень долго здесь убираем, пылесосим, то затем нам электроэнергия говорит спасибо, до свидания. Что у тебя есть сейчас в кармане на продажу? Да толком-то ничего нет. Глянем, что у нее есть в кармане. Что мы можем с вами продать? Цветок смерти нет, но продавать не будем. Мы можем с вами почки бонсай. Ну, давайте, наверное, передадим все это Гарри. Затем, я думаю, что шоколадную ягоду тоже передадим. Я думаю, что пока что этого хватит. Давайте вместе с Гарри пойдем посмотрим, что можно здесь пособирать. Соберем весь урожай и затем отправимся к магазину. Потому что я так понимаю, что пока мы с вами соберемся, пройдет огромное количество времени. Ооо, смотрите, какой милашек. Привет, мой хороший. Приветики. Надеюсь, у тебя все в порядке. И надеюсь, что тебе здесь у нас понравится. Так, я хочу что сделать? Рассыпать обязательно корм. Собрать яйца. У нас еще появились тут яйца, да? Мы с вами, видимо, не все собрали с утра. Все, рассыпай корм, чтобы всем хватило. И я так понимаю, что, наверное, нужно будет еще почистить. Нет, у нас курятник здесь чистый. Ну что, дорогая моя, давай-ка ты посмотри, что у нас там в плане яиц. Может быть, мы можем одно яйцо. Сейчас мы с вами отправим его в холодильник. А я хочу все-таки вернуться к птичкам. Мы должны с ними подружиться. Здравствуйте. Давайте пообсуждаем деревья. Будем восхищаться, рассказывать, какие они милые. Вручить подарок. Взять подарок. Нет, мне кажется, что как бы рановато пока что у них брать подарок. Так, требовать, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, подарок. Про важность синицы в руке. И я хочу сейчас все яйца, которые есть у Дженнифер, отправить, конечно же, в холодильник. Давай посмотрим, сколько у тебя яиц. У тебя аж одно нормальное яйцо. Значит, эту тыкву, я думаю, мы тоже можем отдать Гарри. Пусть он ее продает. Огромная тыква, я думаю, что много денег нам сможет принести. Здесь у нас что такое? Переработанная куча мусора нас не интересует. Кстати, нам бы желательно сахар, наверное, положить в холодильник. И желательно муку положить. Что у тебя есть? Удобрения пожизненные соки. Нам с вами можно, конечно же, семена тыквы, это хорошо. Думаю, что больше пока что продавать действительно ничего не нужно. Только молоко. Подождите, бутылка молока уже испортилась, небось, да? Обычная, великолепная. Хорошо. И у нас есть обогащенное... Ребят, я не буду отдавать это молоко нашим ребятам, потому что чувствую, что кто-то из них может отравиться. Ну что, пойди, пожалуйста, покушай, и мы с тобой сейчас побежим. Ты все пособирал? Все растения? Ну, я так вижу, что растений у нас особо пока что много нет. Поэтому придется продавать все, что у нас есть сейчас в кармане. Давай-ка мы еще пообсуждаем попросить помощи в огороде. А ну-ка, как вы думаете, они нам могут отказать или нет? Мне вот помощь бы сейчас не помешала. Я, кстати, хочу посмотреть, где у нас еще крольчишки. Я видела несколько крольчишек на нашем участке. Так, а ты что здесь делаешь? Не надо мне тут стоять высматривать моих цыплят. Это мои цыплята. Цыплята только наши. Здесь я вроде как не вижу пеньков. Подождите, где-то у нас были пеньки? Ну, давайте посмотрим. По-моему, где-то у нас то ли здесь рядышком были пенечки, то ли чуть дальше. Точно видела пенек с кроликами. Перед тем, как мы с вами отправимся что-либо продавать, мне кажется, что стоит пойти помыть руки. И не один раз. Потому что, к сожалению, Гарри вроде бы только помылся и вроде как не мылся. Давай-ка ты вымы руки, почистись, почисти зубки. И затем мы с тобой отправимся продавать все, что у нас есть в кармане. Я хочу купить какие-нибудь удобрения. Мне кажется, что лишними они нам не будут. Мы попытаемся поторговаться. Кстати, что у нас тут есть? Да ничего у нас тут нет интересного. Блин, ну что ж такое? Я надеялась, что может быть у нас что-то сейчас созреет. Нет, у нас все время тут какие-то кучки. Ладно, есть у нас тут кучки всякого интересного. Надеюсь, что может хотя бы к осени оно все появится. Нам нужно узнать сплетни. Найдите персонажей из деревни, которые могут сплетничать о других персонажах. Затем успешно подслушайте сплетни или спросите про сочные сплетни. Мне ребята говорили, что вроде как я пролистнула где-то сочные, суперсочные сплетни. Ты кто? Ты Джерри? Джерри, ты меня, наверное, пока что не интересуешь. Кто у нас тут любит сплетничать? О, опять Грейс. Слушайте, а может быть у нас Грейс сплетница такая вот самая настоящая? Я могу ее только поприветствовать. С ней о чем-то говорить нет смысла. Может быть Сара нам сможет какие-нибудь интересные сплетни рассказать? А ну давайте посмотрим. Восторгаться, спросить о карьере, говорить про жару, давать профессиональные сети самые нам не надо, обсудить интересы, пуститься в откровение, рассказать историю. Подарок нет. Пока что я думаю, что подарки мы делать не будем. Строить теории, спросить не является ли русалкой, хобби, шмобби, сплетничать. Но это же немножечко не то, я так понимаю. Я так думаю, что скорее всего нас интересует какой-то другой персонаж, но мы посмотрим. Может быть и нам подойдет наша Сара. А может быть ты мне можешь предложить помочь, представиться друг другу. Давайте проверим. Раз уж мы уже всех проверяем, то можно посмотреть и у него. Секреты нам не надо. Говорить, восторгаться, обсуждать, делиться мудростью. Ты бы мог. Слишком несчастен. Он слишком несчастный, чтобы делиться мудростью. Предложить, представить, спросить предпочтения, узнать, спросить про хобби, строить мечты. Нет, пока что мы это с вами трогать не будем. Ну что, 25% ребята, 25%, 10% мы сейчас с вами сможем накинуть при продаже. Давайте посмотрим, что она у нас купит. Кровавый плод. Ну блин, ну я знаю, что 10 миллионов. Ну я надеялась на лучшее. Авокадо зато можем по 17 продать. Овощной банан. Ну такое, понимаете, нам надо то, чтобы построить. О, вот это хорошо, тыква хорошо продается. Чтобы нам построить комнату, нам бы хотя бы, ну тысячи две, наверное, сейчас как-то заработать. Шоколадная ягода. Ну давай оставим 5 штучек. Ягода уверенности. Ну 5 или 6, ну такое. Тысячи семиллионов у нас с вами есть. Я думаю, что покупать какие-то продукты мы не будем. Давайте прямо сейчас сюда перейдем. Белковое лакомство из рыбы. Дадут больше яиц. Слушайте, а давайте возьмем хотя бы одно. Нам больше не предлагают. Обруч для вышивки, я думаю, тоже можно взять. Ведь Дженнифер тоже собирается заниматься вышивкой. Так, кровавый плод нас не... Нет, ну вы нормальные. Кровавый плод стоит 30. А мы его продали за сколько? За 5 или за 7 семиллионов. Это не честно. Давайте купим обруч среднего размера. И я бы хотела купить овощное лакомство. Подойдет для тех непереносимость. Лактозы. Полезное лакомство. Продолжительность жизни. Ну давайте купим одно полезное лакомство. И давайте-ка праздничное лакомство, сделанное из грибов и ягод. И уровень общения. Отлично. Тоже возьмем. Я бы еще хотела семена, семена, семена. Сырой гриб. Удобрение без забот. Кстати, давайте возьмем удобрение без забот. Быстрый рост возьмем. И можем... В принципе, я думаю, что больше ничего брать не будем. Я брать фрукт с иголками принципиально не буду. Я уже это говорила, по-моему, в первых сериях. Я не хочу использовать те фрукты и овощи, которые, ну скажем так, не то, чтобы не подходят под наш летсплей. Ну что, друзья мои, наших главных героев можно поздравить. У них наконец-то появилась первая полноценная спальня. Нам бы здесь еще комод поставить, но у нас осталось очень мало денег. И пока что комод нам не светит. И здесь мы с вами оборудуем небольшую ванную комнату. И, в принципе, мне кажется, что потихонечку, потихонечку мы начинаем наш домик восстанавливать. Кстати, здесь нам тоже желательно поубирать, потому что вы видите, что места теперь стало здесь гораздо больше. И нужно здесь обязательно пропылесосить. Затем мы тут разместим, конечно же, большой стол. Тут у нас будет большая кухня. Так, все. Ладно, пока что это нужно все оставить. И нам нужно дальше заниматься нашим домиком. И, между прочим, нам пришли счета. Их тоже нужно будет оплатить. В общем, дел у нас действительно очень-очень много. Ну что, дорогая моя, тебе пора просыпаться. Пойдем готовить завтрак. Во-первых, я бы хотела выбросить все, что у нас тут есть. Давай добавим лед. И давай-ка выбросим все, что у нас тут завонялось. Я даже не хочу смотреть, что у нас там испортилось. Придумать лакомство нет. Это нам с вами не надо. Выбросить испорченную пищу. И затем я бы хотела приготовить... Приготовить сыр. Ну, думаю, что сыр мы с вами сейчас готовить не будем. Не хотелось бы. А давай посмотрим, что мы можем приготовить без удобств. Давайте яйцо с тостом. Мне кажется, что Дженнифер от яйца с тостом не откажется. Тем более, что яиц у нас действительно очень много. И я думаю, что будем сейчас будить Гарри. Он должен будет дальше заниматься нашим садиком. Может быть, у нас что-то успело... Что такое? Что у нас происходит? Ага, на него нагрянули пауки. Ой, фу, какая гадость. Сбрасывай, сбрасывай быстрее. А то ты сейчас, мне кажется, с перепугу даже забудешь, что я тебе сказала сделать. Нельзя нас так пугать. Нельзя. Давай, иди, прими, пожалуйста, быстрый душ. Это что такое? А, это у нас всякие детальки. Кстати, их желательно разобрать. Может быть, тут будет что-нибудь полезное. Лежащее вот-вот яйцо вылупится. Давайте посмотрим. Давай-ка ты, моя хорошая. Ты сейчас все это приготовишь или нет? Давайте, наверное, Гарри попросим. Он все-таки будет поближе. Значит, мы с вами должны... Подожди. А помочь вылупиться? О, так! Стоять, стоять, стоять! Мы должны сейчас проверить, как дела у наших курочек. Если у нас кто-то есть старенький, то будем обменивать. Давайте посмотрим. Черная курица старая. Мы должны черную курицу взрослая. Ты у нас молодая. И петух у нас... А ну-ка, покажись. Ребята, какой у нас черный петух? А черный петух не пойми, какой у нас. Поэтому подожди. Сначала ты походишь немножко грязнулькой. Давайте продадим курочку. И только затем мы с вами сможем, конечно же, дождаться, когда у нас вылупится яйцо. Здесь пока что, конечно, пустовато. У нас не так много летних растений. Поэтому все у нас очень медленно здесь созревает. Кстати, нужно будет поощрить рост растений и использовать удобрение. Быстрый рост обязательно. Так, Дженнифер, как у тебя дела? Ты приготовила? Наконец-то! Я уже думала, что у нас целый день пройдет. Вы уверены? Да, хочу продать. У нас сейчас появятся кое-какие денежки. Может быть, мы сможем сейчас, например, оплатить счета. Я так думаю. Подожди, а мы сделали все, что нужно? Нет? А почему нет? А ну-ка, давай еще раз посмотрим. Симолеоны. Черная курица. Старость. А где наша черная курочка? Вот наша... Это ты? Да, черная курица. А почему мы не можем... Слушайте, как-то это немножко странно выглядит. Черная курица не хочет, чтобы ее продавали? Да я тоже не хочу с ней. Ага, все. 56 симолеонов нам с вами сейчас отдали. Значит, сейчас мы с вами используем... Конечно же, помочь вылупиться. Используем наше удобрение и поможем нашему цыпленку вылупиться. А ну-ка, Гарри, давай. Иди помогай, затем я тебя отправлю в душ. Мне бы, конечно, хотелось сейчас ванную комнату обустроить. Но пока что нельзя. Пока что не могу. Это что сейчас было? Опять к нам всякие пауки лезут. Да что ж такое? Не надо пугать нашу Дженнифер. Кстати, мы уже успели... Эм... Дженнифер? Я, конечно, все понимаю. Но мне кажется, что нам сейчас нужно все-таки отправить Гарри в душ. Мне кажется, это было бы сейчас достаточно актуально. Сходи, пожалуйста, в душ. Сходи в туалет. И затем вы можете делать, что хотите с Дженнифер. Кстати, я хочу проверить, что у нас там на другом берегу реки. И, между прочим, Гарри, на мой взгляд, давно рыбу не ловил. Вы же знаете, что рыбка нам тоже приносит достаточно много денег. Может быть, у нас тут что-то созрело? Нет? Нет. Ничего не созрело, понимаете? Ничего из этого мы не можем... Или можем? Нет, не можем. Жалко. Ничего не можем собрать. Здесь никто ничего не сажал. А вот тут, кстати, я нашла... Нашла, нашла крольчишку. Вот так, все, отменяются все наши действия. Пойдем посплетничаем. Пойдем пообщаемся. Погладим крольчишку. Смотрите, какой мелок. Узнаем, как дела. И я бы хотела, конечно... Испугать... Нет, ну не надо так делать. Я бы хотела, конечно, сейчас и с крольчишкой подружиться. Ну а вдруг, действительно, это нам с вами будет полезно. Потому что вы видите, какие у нас тут... Я же отменила это действие! Я же отменила! А, нет, все, она пошла к крольчишкам. А я уже... Подождите, или нет? Или да? Или да, или нет? Нет, вроде бы он пошел в душ. Я уже перепугалась, что они решили забить болт на мои просьбы. И так, все, пойдем бухукаться. Ничего не знаю. Кстати, Гарри, мой хороший, перед тем, как ты пойдешь кушать, нам нужно почистить хлев. Нам нужно... О, электроэнергия у нас есть, это хорошо. Наполнить кормушку. Нам нужно покормить нашу коровку, и мы должны ее почистить. Очень низкий. Да, я вижу, сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Как можно успеть это сделать, ребят, я не знаю. Может быть, мы дадим полезное лакомство. Смотрите, какая бедная грязная корова. Гарри, быстрее. Быстрее мойся, что ж ты так долго моешься? Значит, Дженнифер, я так понимаю, что вообще решила. Я переодеваться не буду. Я просто сбегаю к крольчишкам, и я думаю, что все будет very good. Я надеюсь, что кролик сидит и ждет нас. Пол дня одна бежит, ребят. Почти. В смысле ты хочешь в туалет? Ты что, издеваешься? Мы же только что вроде бы там были. Ну, пару часиков назад. Смотри, у нас тут вот рядышком есть туалет. Ты можешь сбегать. По-моему, я только что здесь видела. Да, 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 да. А ну-ка бегом. Кстати, нам крольчишка подарок дал. И мы, между прочим, с ним подружились. Вот интересно. Вот, теперь мы можем попросить помощь. Это просто класс. Значит, я так понимаю, что Дженнифер все-таки не успела стоять. Тут очередь на получение подарков. Не надо. Слушайте, морской ангел. Вы посмотрите, мы с вами такую интересную рыбку получили. Что у нас вообще с вами есть? У нас, кстати, есть интересная секретная коробка, в которой был тюльпан. А мы его должны с вами обязательно посадить. У нас теперь есть вышивка. Всю ночь Дженнифер вышивала. Ну, правда, качество такое себе. Но я думаю, что никто не расстроится. Ведь вы знаете, что у нас по заданиям есть сделать вышивку крестиком и дать фотографию доставщику продуктов. Мы с вами еще это не сделали. И нам нужно принести шоколадный пирог. Но мы еще пироги тоже печь не умеем. Я думаю, что мы с вами должны посадить тюльпан сейчас. Мы вернемся домой. И заодно я, конечно... Что такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Всего хорошего. Давайте немножко еще поболтаем с кроликом. И давайте глянем, как дела у Гарри. Значит, Гарри все-таки решил, наверное, пойти покушать. Потому что он очень голодный. Вы видите, что он все это время ухаживал за коровой. Но что мне не очень нравится, я почему-то ее не могу помыть. Почему-то она принципиально не моется. Гарри к ней подходит, становится, смотрит и все. И делать больше ничего не хочет. Значит, Гарри, ты сейчас должен перекусить. Затем я хочу посмотреть, что у нас тут да как. Вроде бы пока что у нас ничего не созрело, кроме грибочков, да? Можем грибы собрать. И я бы хотела сейчас переместить тюльпаны. И давай, может быть, переместим. А что мы, ягоду жвачного я не хотела бы сейчас сажать? Давай-ка рыбку тоже. Можем посадить лис жгучий. Не, не будем с вами высаживать. Здесь у нас больше ничего интересного нет. Поэтому давайте-ка посмотрим, где можно посадить тюльпаны. Мне кажется, что вот тут пока что можем их разместить. Раз и два. Больше я ничего сажать не буду. Кстати, подождите. А я могу собрать воду, отправиться, ловить, искать лягушек. Нет, это нас не интересует. Выбрать рыбку. Морской ангел. А давайте мы с вами еще морского ангела сюда запустим. Ну, вдруг нам понадобится такая рыбка. Пойди, пожалуйста, это все посади. О-о-о! Подождите, как это произошло? Вы что, издеваетесь? Я же только что с ним общалась! Я же только что подружилась с этим кроликом. Два часа ночи у нас появляется уведомление о том, что Дженнифер рожает. Я думаю, что нам с вами нужно здесь разместить какую-нибудь небольшую кроватку. Очень надеюсь, что мы сможем сейчас ее разместить. Значит, есть! Фух! 150 симолеонов. Давайте здесь поставим беленькая. Пусть она у нас тут в уголочке будет. Возвращаемся в режим жизни. Ну-ка, давай глянем. Значит, родить ребенка. Как вы думаете, друзья мои, кто у них родится? Мальчик, девочка, девочка, мальчик. Ну-ка. Ну-ка, 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 друзья мои. Главное, что Гарри даже не просыпается. Он все так же спит. У нас осталось 23 симолеона, ребята. 23 симолеона. Хотя, по крайней мере, мы успели за сегодня, кстати, в кухне пропылесосить. Девочка! Девочка. А давайте назовем ее... Давайте назовем ее Лили. Лили Поттер. Прекрасно. И еще одна девочка. Ребята, у нас еще одна девочка. Я-то думала, что у нас будет один ребенок. Ну, тогда давайте назовем ее Палумна. И я думаю, что Лили и Палумна подойдут идеально для наших девочек. Ну что, друзья мои, у нас две девочки. И нам где-то нужно взять деньги на еще одну кроватку. И я вижу, что кто-то должен сейчас сходить в душ. Так, ты, наверное, ложись. Нет, ты пока спать не ложись. Или ложись. Что такое? Ты тоже хочешь душ, ребят? Нам нужно срочно купить с вами ванную. Очень-очень срочно, пожалуйста. Подожди, 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 подожди. Куда ты идешь спать? Сейчас нам нужно будет всех успокоить. Стоять! Стоять всем! О, электроэнергия с избытком. Это, конечно, хорошо. Но нам сейчас ее в любом случае могут отключить. Давай-ка мы покормим малышку Палумна. Ну, поменяй пеленки. Давай все мы сделаем и баюкаем. И затем ты только пойдешь спать. Ну, Гарри! Дженнифер, я вас поздравляю. То есть наш челлендж стал еще сложнее. Хотя, с другой стороны, когда детишки подрастут, то, мне кажется, они станут отличными помощницами. Ну что, Гарри? Ты сходи, пожалуйста, в душ. Я вижу, что он, в принципе, успел уже выспаться. И нам нужно с вами сейчас быстро решить, где мы с вами можем взять деньги. Скорее всего, Гарри сейчас отправится на ночную рыбалку. Потому что рыбка нам приносит действительно неплохие денежки. А у нас, к сожалению, по-другому сейчас не выйдет. Нам срочно нужны деньги, чтобы у нас хотя бы была здесь ванная нормальная комната. Возможно, мы с вами сможем обновить кровать. Нет, ну вы представляете, только окна добавила нашей спальни, как к нам в первую же ночь пришла Тина Пиппинг и решила посмотреть, что же здесь происходит. Ну вот тебе что? Некуда больше приходить. Тебя другие жители этого города не интересуют. Почему нужно было обязательно приходить к бедняге Дженнифер, которая никак не может выспаться или даже сходить в душ? Нет, ну это уже чересчур. Вы что, издеваетесь? Теперь у нас на ферме пожар. Нужно быстро здесь все потушить. В смысле? Сначала потушите саму себя. А я кого пытаюсь потушить? Потуши себя, пожалуйста. Гарри, туши ее. Туши, я тебя очень прошу. Быстро идет тебе, знаете, как на прогулке. Что ты хотела приготовить? Видимо, уже ничего она не хотела приготовить. У нас еще и малыши кричат. Нужно срочно сейчас... В смысле это действие недоступно? В смысле недо... 240 символионов, ребят. 240 символионов. Вот зачем мне эти 240 символионов? Вы знаете, сколько стоит? 600! Чудесно! Наша, получается, плита стоит 600, а нам дали 240. Спасибо. Вот где эта справедливость? Давайте, наверное, добавим лед. Давайте вообще посмотрим, что у нас тут есть. У нас же вроде как... Апельсиновый сок. Давайте, наверное, может быть, малиновое варенье скушаем. У нас даже хлеба нет. Надо попросить Гарри, чтобы тот отправился в город и, конечно, прикупил... В смысле, ты не можешь пройти? А ну иди сюда! А ну иди быстро сюда! Встал себе и смотрит! Нам нужно срочно сейчас взять нашу собаку, потому что все это утро Гарри ловил рыбку, и возле него накрутилась наша собака. Ее, конечно же, нужно искупать. И затем мы с вами должны, конечно же, отправиться в магазин. Наверное, прикупить хотя бы хлебушек, потому что без нормальной еды, ну вы же видите, у нас то сок есть, то вообще ничего нет. Ну, в общем, будет самая-самая настоящая боль. Хотя у нас и так сейчас здесь есть боль. Давай, пожалуйста, прими душ. Наша Дженнифер должна будет остаться с малышками, а вот Гарри должен будет сходить в магазин. Ну и понятное дело, что взять с собой собаку. Я успела наловить немножко рыбок. Кстати, как тут дела у наших курочек? Может быть, нам нужно будет... Кстати, подожди, 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 я же попросила тебя успокоить Палумну. Покорми, пожалуйста, ее. Ты что, не можешь к ней под... Может. Спасибо. Спасибо, что сейчас смог. Я хочу сейчас отправиться в курятник, посмотреть, может, я кого-то смогу сейчас... Так, действия обменять на семиллионы. Что у нас у курочек? Взрослая, молодая, юность, молодая и молодая. Все, это чудесно. Мы сейчас с вами должны рассыпать... В смысле? В смысле? А что нужно? А, мы с вами не должны были кормить. Давай-ка, подожди, подожди. Успокой, пожалуйста, Палумну. И нет, не Палумну тебе нужно успокоить. Тебе нужно покормить из бутылочки Лили. Вы представляете, что у нас здесь сейчас происходит? Подождите, с другой стороны мы можем попросить сейчас это сделать Дженнифер. Может быть, она сможет как раз быстренько сейчас бегать к курятнику, рассыпать корм, собрать яйца. И, конечно же, помочь вылупиться из яйца у нас. Видите, еще одно яичко, и вот-вот у нас будет маленький симпатичный цыпленок. Гарри... Гарри не тот ребенок, не тот. Зато у нас есть электроэнергия, и на том спасибо. Вот видите, пыли нет, все блестит. Наконец-то мы смогли вычистить наш дом. Гарри взял с собой Кристо, и мы отправились к нашим друзьям. И я так понимаю, что нам тоже, наверное, надо было пакетик надеть на голову, потому что наш Гарри никак не может... Это мне? Серьезно? Это мне подарок? Ах, как приятно, Сара, спасибо большое! Слушайте, ну действительно приятно. Нам, наверное, тоже надо было пакетик надеть, потому что Гарри... Ну, кстати, вообще-то выспался. Я думала, что он придет, знаете, с такими синяками под глазами, и может напугать наших друзей. Извините, а можно я искупаю собаку в ванной комнате? Пожалуйста, можно. Никто же не обратит внимания на то, что я привел с собой очень грязную собаку. Мы скажем, что, ну, наш песик просто... Просто постоял на грядке. Просто постоял немножко на земле. Что такое? Ну, не бойся, Кристо. Надо пойти искупаться, все будет хорошо. Затем мы с вами побежим в магазин. Срочно! Нам очень срочно нужно в магазин... Слушайте, а у нас тут все же в пакетиках. У нас, видимо, приняли один из вот этих вот законов, и нам сейчас надо было действительно желательно пакетик надеть. Теперь главное не перепутать хуй с хуй, не подойти, например, к той же Агнесу, и не сказать, «Привет, сладенькая, продай мне, пожалуйста, тыкву». Я боюсь, что нам так от Агнес влетит, что потом мы с вами в магазине вообще появляться не будем. Слушайте, а у вас тут есть что поесть? Я голодная немножко. Я немножко голодная, я хочу быстро перекусить бутербродом с ветчиной. Мы сейчас собачку помоем. Ребят, нам нужна вот такая вот ванная. Вот такая вот самая обычная ванная, но у меня есть 246 миллионов. Зато, я в очередной раз подчеркиваю, у меня нет пыли, друзья мои. Наконец-то дома нет пыли. Я не знаю, сколько у нас дней прошло в игре до того, как мы смогли очистить наш домик от пыли, но, блин, мы это сделали, мы справились, мы молодцы. Значит, здравствуйте, я бы хотела попытаться поторговать. Сначала возьму бутерброд, а потом... Подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не-не, я хочу в туалет сходить. Можно? Все, собака наша чистая, хорошая моя, давай, выходи. Выходи, можешь отруситься, тут никто все равно не видит. Никто же не видит, да? Ну, чего ты тут стоишь ждешь? Ты такая удивленная, не надо так удивляться. Все в порядке. Ну, подумаешь, ну, чуть-чуть моя собака тут это самое, лужицу сделала. Главное, что лужица-то, а воды, а не чего-то другого. Значит, сейчас мы с тобой перекусим, ты ценим у них бутерброд, и затем я хочу пойти действительно поторговаться и продать все, что мне есть. Кстати, уже пять вечера, блин! Вот я говорила об этом. У нас, знаете, время в 74 идет крайне странно. Вот тебе нужно что-то сделать, ты это планируешь с самого утра, в итоге вот это самое ты сделаешь, как обычно, под конец дня. Кстати, мы можем Дженнифер попросить ухаживать за садом, заняться уборкой. Кстати, можно было попросить заняться уборкой, но я думаю, что ей, наверное, лучше кулинарию прокачать. Нет, пусть ухаживает за садом. Пока что нас садик как раз вот и кормит. Я хочу купить ей книгу по выпечке, потому что мы с вами должны научиться печь пироги, мы должны вспомнить рецепты нашей бабушки, поэтому, дорогой мой, давай пойдем торговаться. Ты хочешь поговорить... А, ты все еще сидишь у наших друзей, потому что я думала, что, может быть, кто-то из них подошел и хочет поразговаривать. Так, дамочка, вы без пакетика, внимание, внимание, у нас тут замечен беспакетиковый персонаж. Что у нас тут такое? У нас же были томаты, плодоносное дерево, томатный куст. Сезонность лета. Спасибо, у нас сейчас что? У нас сейчас лето. Где мои томаты? Мы с вами уже сколько ждем томаты, они никак не появляются. Главное, мне нравится, что Гарри идет. Нет, чтобы идти и жевать. Он идет себе с бутербродом, хвастается, наверное, перед всеми. Смотрите, у меня есть бутерброд. У вас у всех нету бутербродов? У меня есть. Пожалуйста, дайте мне скидочку. В смысле? Я скидку хочу. Ммм. Скидку хочу, ладно. И с тобой тоже нельзя? Ты слишком смущен. Подожди, в смысле ты смущен? Ты вообще-то не смущен. Да, уж жалко. Ну ладно, давай попробуем продать. Без скидки, так без скидки. Мне надо ванную комнату какую-нибудь хотя бы организовать дома. Поэтому, пожалуйста, давайте-ка мы с вами продадим... Семена мы продавать не будем, шоколадные ягоды. Это все, что... А, ну, морской ангел. О, да, 84 семиллиона мне сейчас, конечно, помогут. Давайте попробуем купить какие-то предметы. Я уже убрала ангела из нашего прудика, потому что вы видите, что... Ну, толку никакого от этого нет. Выпечка том третий. А мне бы выпечку кулинария... Нет, это нас с вами не интересует. Можно, конечно, взять том третий. То есть, все равно... Нет, 250, вы чего? Не буду я брать том третий. Вы что? Мы можем взять, наверное, какие-нибудь ингредиенты. Нет, не ингредиенты. Давайте купим, наверное, какие-нибудь удобрения. Потому что, в принципе, у нас... Ну, сейчас уже вторник, грубо говоря, практически среда. А затем нам нужно будет с вами готовиться к очередному состязанию. У нас же ярмарка будет очень скоро. Мы с вами, знаете, что можем сделать? Мы можем купить книжный шкаф и там купить выпечку том первым. Мне кажется, что за эти несколько дней наша Дженнифер успеет немножко себя прокачать. И, в принципе, мне кажется, что мы сможем даже какой-нибудь пирожок подготовить садоводство. Семена кровавых плодов мне не надо. Давайте посмотрим, какие у нас есть... В смысле? А где у нас туда? А, вот удобрения. Быстрый рост давайте купим обязательно. Без забот. И я думаю, что можно взять жизненные соки и пожизненные соки. Нет, пожизненные я не буду брать. Это очень дорого. 97 миллионов как раз то, что нам с вами нужно. Я поставила книжную полку и купила первый том выпечки. Я очень надеюсь, что Дженнифер за все это время, что у нас осталось до ярмарки, успеет изучить первый том. И, возможно, мы действительно сможем и шоколадный пирог приготовить, и, может быть, что-нибудь на конкурс. Потому что, если я не ошибаюсь, давайте проверим. У нас здесь не только ярмарка крупных культур, но и конкурс пирогов. А, как вы понимаете, Дженнифер, конечно же, нужно вспомнить, какие пироги готовила ее бабушка. И, возможно, мы даже сможем поучаствовать в конкурсе. Только нам бы желательно, конечно, заменить плиту со 106 миллионов. Я не знаю, сможем мы это сделать или нет. Я смотрю, что нам свет отключили, и нам нужно будет в следующей серии найти денежки, чтобы оплатить свет, оплатить воду. Как мы это сделаем, я не знаю. Ну, если вам интересно, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.